Я просто такая, о господи, как бы что, как вообще вот этой сухой бумагой, ой, так, лучше остановиться. Всем привет, это Вероника, очень рада видеть вас у себя на канале, большое спасибо, что нашли время, чтобы зайти. Сегодня я вам покажу всякие бьюти-штучки, которые можно найти в фикс-прайсе, расскажу свое мнение о них, так что если эта тема вам интересна, оставайтесь, и если вы очень любите меня, то сразу же, пожалуйста, поставьте лайк к этому видео. Знаю, как раздражает, когда эти противные блогеры выпрашивают лайки, ну правда, девчонки, прям вот очень надо. Я даже не знаю, с чего начать, потому что не могу сказать, что я прям от чего-то в диком восторге, но с другой стороны, хотя бы, может быть, предостерегу вас от ненужных трат, они, конечно, в фикс-прайсе не такие уж большие, но вы знаете, вот каждый раз так зайдешь, ну и вот в последний раз я потратила 1436 рублей, и так что времена фикс-прайса все по 33, давно канули в лету. Ну давайте приступать. Пожалуй, начну с того, что мне действительно понравилось. Это вот такие вот зубные пасты, они с очень забавным названием, называются они «Премьер», и при этом на самой пасте написано, что это пасты от производителя «Президент». Сейчас может быть абсолютно ложная информация, говорю это как некий домысл, но насколько я поняла, вот эта вот линия «Премьер» – это нечто специально выпускаемое под фикс-прайсы, действительно, от производителя зубных паст «Президент». Я схватила сразу три, благо это все стоило крайне бюджетно, но почему же я их схватила? Потому что это, как я называю, детские зубные пасты для взрослых. Здесь потрясающе вкусные отдушки. Есть манго и зеленый чай, есть фруктовый микс и есть мята и арбуз. Я скажу вам так, эту пасту мне не нравится использовать по утрам, потому что они достаточно мягкие, и они придают такую легкую фруктовую чистоту вашей полости рта. То есть на утро все-таки хочется такой более классической мяты, но в качестве пасты для зубов в течение дня или в качестве пасты для зубов перед какими-то там поцелуйчиками – отличная штука. Выбирайте вот просто на свой вкус, я даже не могу вам сказать, какая лучше. Может быть, чуть-чуть больше других мне нравится манго и зеленый чай, просто потому что я люблю манго. Сами пасты находятся в такой достаточно классической упаковке для паст, мягкий тюбик. Единственное, что не очень удобно, что крышка не отщелкивается, да, ее приходится открывать. Но с учетом цены и с учетом вкусности аромата, я считаю, что это уже мелочи. И из всего этого мешка я могу сказать, что это вот одна из самых приятных новинок в фикс-прайсе. Еще немножко паст для зубов, и эти пасты для зубов уже будут детские. И вы знаете, это удивительно, но моей дочке они не понравились. Я была в полнейшем шоке, потому что здесь же единорог, здесь же ягоды мечты киви и клубника. Вот это мы еще даже не вскрыли. Здесь, например, персиковое чудо, производитель сплет, то есть как бы ничего, ничего не предвещало беды. С одной стороны, на упаковке написано, что это укрепляющая паста для детей всех возрастов. Но я бы сказала, что эта паста, наверное, вот уже 4-5 плюс. Почему? Потому что помимо ягод мечты киви и клубники, в пасте присутствует какая-то вот такая освежающая ментоловая отдушка, которую больше уже любят взрослые люди. И когда моя дочка стала чистить зубы, она такая, нет, мне не нравится эта паста. Я думаю, как? Как может не понравиться детская паста? Она же так вкусненько пахнет. Но даже когда ты начинаешь ее нюхать, ты понимаешь, что там содержится вот это вот что-то такое мятное, что детей, конечно, может оттолкнуть. Но я сама с огромным удовольствием пользуюсь этой пастой, потому что я тоже люблю единорогов. А более того, может быть, вам детишкам даже и понравится. Я, кстати, делаю очень большие ставки вот на эту вот персиковое чудо. Если учесть, что она чуть-чуть смятой, то она должна очень хорошо, наверное, походить на то ли корейскую, то ли японскую пасту для зубов, которая называется то ли ору, то ли что-то персиковый чай. Она была нереальная. Реально пахнет персиковым чаем, таким оля на стле. Так что паста абсолютно классная. Мне понравилась дочке не очень. Но повторюсь, она, наверное, все-таки не для совсем микроскопических малышат. Далее я в фикс-прайсе обнаружила какой-то вот такой интересный бренд, который называется, наверное, oils. Это маски для волос. По-моему, там еще были какие-то уходовые продукты типа шампуни, но я решила обратить внимание на маски и купить их сразу три. Первая из них вот в такой бирюзовой упаковке называется органа и макадамия. Маска для волос восстановления. Вторая в оранжевой упаковке называется она кокос и миндаль для питания волос. И третья маска в такой интересной ярко-зеленой фисташковой, наверное, упаковке. Называется авокадо и олива блеск и сила волос. Почему, собственно, я схватила эти маски? Во-первых, это действительно было что-то новенькое. Во-вторых, в составе я обнаружила достаточно полезные масла, такие как масло ши, масло авокадо, масло оливы и даже кератин. Состав от маски к маске, конечно, разнится. Пожалуй, больше всего лично на мои волосы мне понравилась маска вот такая вот, которая для восстановления. Что особенно хочу отметить? Маски довольно-таки неплохие, а я бы даже сказала хорошие для того объема и для той цены, за которую вы их можете купить. Абсолютно дешевая упаковка. То есть, если мы еще как бы издали с вами видим что-то яркое, и можно даже, наверное, как-то это сравнить с брендом Гарнье, то вот это вот все на ощупь выглядит, как, знаете, такая икорно-рыбная намазка на бутерброды, такое вот дешевенькое масло, в которое набросали косточки из-под рыб, добавили какой-то там глутамат натрия. И, в принципе, когда-то я это ела, и мне это казалось вкусненько. То есть, вот упаковка, ну, прям вот максимально такая... От дужки я бы сказала, что пахнет недорогой косметикой. Я не буду говорить дешевая отдушка, я не буду говорить плохая отдушка. Скорее, это пахнет действительно недорогой косметикой. Но при этом огромная дань уважения этому бренду в том, что они не переложили какой-то яркой отдушки. Потому что отдушка это достаточно дешевый компонент, и иногда его можно навалить столько, что просто начинает кружиться голова. У меня сейчас очень тонкий нюх, но даже для меня ароматы очень-очень тонкие и комфортные. Повторюсь, лично на мой вкус мне больше всего понравилось вот в этой вот бирюзовой упаковке восстановление. Но вот эти две тоже неплохие. Они работают на увлажнение, питание, смягчение волос. Волосы получаются не грязные, а такие, знаете, вот как будто бы напитанные. В целом, с учетом того, что это реально бюджетно, можно купить себе сразу вот столько и использовать каждый день после мытья. Потому что маски здесь не супер густые, не супер силиконистые. Они больше походят на кондиционер для волос. Конечно же, кто-то может мне сказать, что Вероника, чем покупать три маски, лучше купить одну хорошую. Но эти маски стоят 55 рублей. И поверьте мне, за 155 рублей какую-то более крутую маску вы не найдете. Поэтому в целом я хочу сказать, что это очень классная находка из фикс прайса. Не знаю, как там шампуни, но масками вполне себе можно пользоваться. Следующая новенькая для лица будет от бренда, название которого я так и не выучу, хотя он уже очень давно в фикс прайсе. То ли Сейдо, то ли Сэньдо. Производитель вообще называется как Парли. Да, простите, Сэньдо написали. Это маски тканевые для лица, но в формате такой, скажем, многоразовой упаковочки. Внутри находится целый курс из четырех тканевых масок. Есть вот такая вот, на которой нарисована спящая авокадо с авокадо. И есть вот такая, на которой нарисован танцующий кокос. Это питательная. Я хочу свериться с чеком. Каждая из них стоит 99 рублей. Давайте округлим 100, давайте разделим на 4. То есть каждая маска стоит 25 рублей. И знаете, что я вам скажу? В принципе, они похожи на большинство тканевых масок для лица в сегменте до 300 рублей за штучку. Конечно же, тканевые маски для лица бывают абсолютно разные. Я, например, очень люблю гидрогелевые. Я очень люблю достаточно небюджетные корейские. И там есть такие маски, которые стоят от 800 рублей и выше за одну штучку. Но она дает прям вау-эффект, пролонгированный эффект. Но если вы зайдете в какой-нибудь близлежащий магазин с косметикой, да, где набросаны стойки вот с этими одноразовыми масками, то это в целом будет не особо-то и хуже. По сути, у меня достаточно низкие требования к тканевой маске для лица. Мне важно, чтобы она хорошо прилегала к лицу, чтобы она давала увлажнение. И чтобы она была не сильно какая-то вонючая, не сильно какая-то текучая. Здесь, опять-таки, очень дешевая упаковка, которая, опять-таки, напоминает какой-то срок дружбы или что-то такое. Маски сверху упакованы вот такой вот пластиковой штуковиной, которая просто не отдирается. Приходится ее вскрывать ножницами. Сами маски по фактуре обычные классические тканевые маски для лица. И я скажу вам так, если вы не ждете какого-то прям божественного аромата от маски для лица, если вы спокойно относитесь к такой достаточно легкой косметической отдушке, но не в случае с маской авокадо, то в целом купить можно. Если бы мне сейчас было лет 15, я бы взяла и даже не парилась. Ну, конечно же, с высоты своих старческих 32-х годочков я понимаю, что, ну, и отдушки бывает получше, и качество масок бывает получше, и, конечно же, качество самих составов бывает получше. Но концептуально штука мне понравилась. Также из новинок в фикс-прайсе я обнаружила вот такие вот истории, которые называются Shake and Wake. А что значит Wake? Shake я понимаю, а Wake что? Это такие гели для душа в безобразно огромном объеме, 750 миллилитров. Меня, конечно же, привлекла большая упаковка, но главное, что меня привлекло, это отдушки алкогольных коктейлей. Как вы понимаете, коронавирусные меры у нас продолжаются, не то больше, то меньше, но так или иначе турецкие пляжи для нас пока что закрыты. Так что все наши Sweet Daikiri, все наши пинаколады, они остаются только в мечтах. И я, когда это увидела, думаю, ну все, все, мне это надо, я это хочу. Там есть еще много отдушек, и, по-моему, классические мохито там есть. В общем, отдушки реально классные, пахнут, ну знаете, такими стандартными гелями для душа. Я бы не стала это сравнивать там с BRS каким-нибудь, ну такой вот неплохой гель для душа. Но дело в том, что конкретно мыться мне ими не очень понравилось. Они не дают мне какой-то вот такой, ну прям супер свежести. Я избалованная, серьезно. Здесь, может быть, даже не стоит сравнивать мои ощущения с вашими, потому что я даже к гелю для душа прикладываю слишком высокие требования. Но эта история отлично подошла как пена для ванны, потому что дочка у меня очень любит принимать свои ванны. Сейчас у нас отключили воду, поэтому дочке мы греем такой тазик, но даже туда ей нужна пена. В общем, в качестве пены для ванны я ставлю прям вообще пятерку. В качестве геля для душа, наверное, тройка с плюсом, потому что вот именно от тела потом вот эти отдушки пахнут на мой личный вкус как-то не очень. Если что-то выглядит как стаканчик из-под кофе, это, конечно, не гуччи, но я обязана это попробовать. Что это такое? Бренд One Care, скраб для тела. Этих скрабов там много. Был какой-то еще кофейно-клубничный, кофейно какой-то, но меня привлекло название Мока Ванила. И вы знаете, я не то что не ошиблась, а я просто выиграла в какой-то косметическое бинго. Ну, во-первых, у вас остается вот такой стаканчик. Так что особо усердные могут сюда спокойно развести Нес Кафе Голд и идти пить. Самое главное находится здесь. Меня, конечно, удивило. Я думала, что как-то внутри этой упаковки все находится. Нет, здесь вот такой пластиковый стаканчик. И внутри кофейный скраб. Но... Мока латте в Старбаксе пахнет хуже, чем вот эта история. Это настолько вкусно! Я сегодня все видео рассказываю вам о том, что здесь отдушка так себе, здесь дешевенькая, здесь как-то вот какая-то не такая. Как будто бы рядом с вами пролетел кофейный ангел. Это так вкусно! Это так классно очищает кожу! По сути, скраб замешан на кофейных зернах и на соли. Я не очень люблю соляные скрабы, но здесь он какой-то такой настолько деликатный. Самое главное, что несмотря на то, что это кофейный скраб, он очень легко смывается и с тела, и с ванной. А главное, вот это просто нереальная отдушка. Поэтому, девчонки, если вы вдруг любительница кофе, или если вы вдруг решили пить меньше кофе, но вам не хватает вот этого багического просто аромата свежих зерен, а особенно кто пил кофе Мока ваниль, они вот понимают, о чем я говорю. У Мока своя какая-то такая супер отдушка. Вот это пахнет, ну, просто нереально. Поэтому, девчонки, если у вас в фикс-прайсе есть вот эта история, прям обязательно купите. Чистая линия, мне кажется, самый старый, такой, знаете, бронебойный игрок нашего российского бьюти-бизнеса. Что сказать? Скраб-маска очищает, матирует и сужает поры, придает гладкость, белая глина, цинк и мята. Очень неплохая штука. У меня почему-то вот бренд Чистая линия, наверное, из-за того, что он такой весь супер зеленый, такой вот какой-то такой родной, он у меня хорошо заходит в летний период. Я обожаю на дачу накупить что-нибудь от Чистой линии. То есть вот как-то вот прям располагает. Что мне понравилось здесь? Это не совсем классический скраб, потому что по ощущениям это конкретная дорогая микродермобразия. Или микродермобразия. Решайте сами, с ударениями у меня всегда плохо. На заре моей молодости, на заре моего блогерства, кажется, у бренда черный жемчуг был скраб. Я не знаю, я, конечно, могла бы попытаться поднять свой бьюти-архив из видео, которые я наснимала, но я помню, что я даже и тогда о нем говорила, что вот этот скраб продают дешевле, чем он должен стоить, потому что по составу скраб это такие достаточно крупные частички, а здесь они очень мелкие и очень колючие, и они прям хорошо шлифуют кожу. Плюс здесь действительно содержится глина, здесь действительно содержится чуть-чуть мяты, поэтому это идеальная штука для людей с комбинированной кожей, жирной кожей, для кожи склонной к жирности. То есть вы это наносите как такую три в одном маску. Оно и вычищает из пор, оно и шлифует, и оно еще за счет экстрактов немножечко приводит ваше лицо в тонус. Конечно же, есть и противники скрабов, и соратники скрабов. Я все-таки для себя поняла, что я люблю скрабы. Мне комфортнее раз не в неделю воспользоваться скрабом, чем на протяжении месяца гасить свое лицо какими-то кислотами. Я за скрабы, но у меня все-таки как бы комбинированная и склонная к жирности кожи. Но если абстрагироваться от моих впечатлений и от моей кожи, то продукт реально вот такой вот. Я не знаю, станет ли это таким хитом, как знаменитая уже на весь YouTube и Instagram такая маска в баночке, но вот это очень-очень круто. Ну и напоследок, что у меня тут осталось? Остался вот такой продукт от бренда Florissant. Опять-таки, кто начинал свой бьюти-путь вместе со мной, знает, как мы раньше любили Florissant и Керанова, и вот это все. Они выпустили свой продукт, который называется стерилин, гейт для рук очищающий, антисептический, несмываемый, увлажняющий. Из антисептиков здесь содержится хлоргексидин. При этом содержится он здесь не на первых позициях, поэтому я не понимаю, как настолько напичканная гелеобразным веществом субстанция с какой-то дозой хлоргексидина имеет право называться санация рук 99,9%. Уж я не знаю. Я расскажу про ощущения. Мне не понравилось. Гель для рук действительно больше увлажняющий, чем спиртовой. Что мы хотим от вот такой вот походной, походного антисептика? Мы хотим, чтобы нанесли, чтобы он быстро хоть каким-то спиртом или уж там, ладно, хорошо, хлоргексидином обработал поверхность наших рук и испарился. А здесь у вас на руках остается такая вязкая, какая-то вот недосмываемая гелевая фигня. То есть есть после этого невозможно расплачиваться как-то в магазине, доставать карточки B. В общем, вот я попробовала пару-тройку раз. Мне не понравилось. Напишите, может быть, кто-то использовал. Ну и напоследок покажу вам вещи, на которых я не хочу супердолго останавливаться, потому что они такие, знаете ли, деликатные. Влажная туалетная бумага. Кто открыл для себя вообще влажную туалетную бумагу? Я уверена, жизнь делится на до и после. Если я, простите меня, попадаю в ситуацию, где вот этого рядом со мной нет, я просто такая, о, господи, как бы что, как вообще вот этой сухой бумагой. О, так, лучше остановиться. В общем, вы поняли, будете в фикс-прайсе, обязательно купите. Последнее, это уже не туалетная бумага, это уже просто салфетки дезинфицирующие. Указано, что здесь 30% спирта. И знаете, здесь даже не надо производить вообще никакую инспекцию. Даже можно не читать состав, потому что салфетки конкретно воняют спиртом. Но с учетом нашего коронавирусного времени, с учетом всей этой пандемии, это очень хорошая тема. Я уж не знаю, насколько с ваших рук вот такие вот салфетки, в которых содержится всего лишь 30% спирта, убьют, сотрут ваши бактерии. Я на это смотрю так. Это всегда лучше, чем ничего. Девчонки, это были все мои бьюти-покупки, бьюти-новинки из фикс-прайса. Расскажите, пожалуйста, может быть, вы уже успели чем-то таким попользоваться, будет очень интересно узнать ваше мнение. До самых скорых встреч. Целую, люблю, обнимаю. Пока-пока. Не забудьте про лайк.